Продолжение следует... 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 достигали 54 и 13 процентов соответственно. В группе исторического контроля данные показатели составили 47 и 11 процентов соответственно. Частота нутритивной недостаточности и саркопении также были оценены после этапа нейлодивантной химиотерапии. В группе нутритивной поддержки показатели нутритивной недостаточности и саркопении значительно снизились и составили 1 и 5 процентов соответственно, тогда как в группе исторического контроля данные показатели наоборот возросли и после этапа неодевантной химиотерапии составили 62 и 22% соответственно. Результаты свидетельствуют о том, что неодевантная химиотерапия негативно влияет на состояние нутритивного гомеостаза у пациентов с местно распространенным раком желудка, однако проведение нутритивной поддержки может способствовать предотвращению ее неблагоприятного влияния. При оценке клинической эффективности после завершения этапа неодевантной химиотерапии в группе нутритивной поддержки у пациентов, у которых до начала лечения имелись признаки нутритивной недостаточности, частичный регресс был зарегистрирован в 51,9% случаев. Тогда как в группе исторического контроля у пациентов, которые имели нутритивную недостаточность до начала неодевантной химиотерапии, данный показатель составил лишь 27,6%. Анализ частоты развития нежелательных явлений на фоне неодевантной химиотерапии свидетельствует о том, что частота развития осложнений в группе с нутритивной поддержкой была значима ниже, чем в группе исторического контроля. Двухлетняя бессобытийная выживаемость в обеих группах пациентов с местно распространенным раком желудка у пациентов с нутритивной поддержкой составила 77,4%, в группе без нутритивной поддержки данный показатель составил 64,6%. В зависимости от нутритивного статуса были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что показатели бессобытийной выживаемости у пациентов без нутритивной недостаточности, получавших нутритивную поддержку, были выше, чем для пациентов без ее проведения. Также было показано, что двухлетняя бессобытийная выживаемость больных, исходно имеющих признаки нутритивной недостаточности, но которым не проводилась нутритивная поддержка, оказалась достоверно ниже, чем для пациентов с нутритивной недостаточностью, которые получали нутритивную терапию. Это свидетельствует о том, что нутритивная недостаточность является неблагоприятным прогностическим фактором эффективности неодевантной химиотерапии у данных пациентов. Двухлетняя бессобытийная выживаемость в зависимости от наличия признаков саркопении также показывает, что саркопения является неблагоприятным прогностическим фактором эффективности неодевантной химиотерапии. По результатам многофакторного анализа бессобытийной выживаемости больных с местно распространенным раком желудка, было показано, что нутритивная недостаточность значимо влияет на уменьшение двухлетней бессобытийной выживаемости, так как проведение нутритивной поддержки способствует улучшению этих показателей. В завершении своего доклада хотелось бы привести выводы, которые были сформированы на основании полученных данных и свидетельствует о том, что перед началом неодевантной химиотерапии среди пациентов с местно распространенным раком желудка уже отмечаются нарушения нутритивного гомеостаза. Нутритивная недостаточность и саркопения являются неблагоприятными предиктивными факторами и прогностическими факторами эффективности неодевантной химиотерапии у данной группы пациентов. А также применение алгоритма оценки нутритивного статуса и коррекции его нарушений позволяет повысить эффективность и снизить токсичность неодевантной химиотерапии у пациентов с местно распространенным раком желудка. Таким образом, оценка нутритивного статуса и риска развития нутритивной недостаточности у пациентов с местно распространенным раком желудка должна проводиться, начиная с этапа первичной диагностики заболевания с целью своевременной и адекватной коррекции имеющихся нарушений нутритивного гомеостаза. С целью повышения эффективности неодевантной химиотерапии у пациентов данной группы целесообразно проводить комплексную диагностику нарушений нутритивного гомеостаза, которая предполагает использование специализированной шкалы нутритивного риска, адаптированного для пациентов с местно распространенным раком желудка. Проведение нутритивной поддержки на фоне неодевантной химиотерапии требуется всем пациентам данной группы вне зависимости от исходного нутритивного статуса. На этом я завершаю свой доклад. Коллеги, благодарю за внимание. Продолжение следует...